Второй день после операции. Появили сегодня постный день. Второй день поста. В пятницу преображение будет. Поздравляют медовый корм. Спас. А я взял Петра Мещеринова, игумена Данилова монастыря. Показал, говорит, птичий язык. Везде абсолютно обман. Какой Спас может быть медовый и ореховый, когда он кровавый Голгоф, а одно. А все остальное это белый магизм, он прямо показывает. Я согласен с ним. Петр Мещеринов. Я, может быть, не все данные имею, какое его положение сегодня, но будто бы он гоним стал. Ну это и понятно. Что ты там, дай, что мне напомнил какую-то фотографию? Я вам про фотографию. Фотография ночная молитва. Помните, мы это, в прошлом году, после костра ночью, дети были, взрослые были, мы молились ночью. Да. Нас снимали, приезжали фотографы еще. Да. И вот они вы, это, один из этих фотографов выставил фотографию, где мы... Это фотограф или Степаненко? Кто из них? Нет, фотограф. Фотограф, который был. Да. Где мы это... Шапран Андрей. С поднятыми руками стоим. Вы впереди стоите, а мы там, кого-то, кого захватило, кого нет. Но фотография хорошая. Оно качественное, видно, что ночь, что стоят такие люди, прям в такой одежде простой, крестьянской. И дети там видать. И дети, да. Ну и что? И вот это, какой-то конкурс в интернете, там это, я прочитал в ленте, почему так назвали? Ну, назвали, почему, действительно, почему немытая Россия? Ну, я могу, как если только тот рисуем, фото, я помню. Ну, костер у нас всегда в пятницу. Дети на костре едят картошку, пачкаются. А в субботу у нас день банный, в баню идут. Я уже перевожу просто так, тривиально. То вполне, это может быть, прощай, немытая. Завтра будем мы мытая. Если они имеют что-то другое, там, как масонщики подзуживают их, тогда другое. Прощай, немытая Россия. Никакой России нету. И вот они мы такие отсталые люди, молимся, там не написано, что костер-то, наверное, на костре. Нет, это просто фотография. Просто в ночи и выезжаем мы, никому не нужна такая Россия, немытая она, для них молитва. Молитва это отсталая в 21 веке, да кто сейчас верит. То есть здесь негативный смысл заложен. А другой просто чисто обыденный, житейский. Россия у нас лодок, Россия должна встать, Россия это мы. И я думаю, если только они такой смысл заложили, первый, то тут ничего такого нету. А второй смысл тут надо разъяснить. Кому она прощает? То есть мы обратились к Богу. И теперь молимся и говорим, мы хотим быть другими. Немытая Россия, неомытая кровью Христа. Россия, утопающая во грехах. Мы молимся, прощай прежняя жизнь. Прощай, немытая Россия. Мы хотим быть с Россией, которая из вод крещения новый выходит. И дети стоят, и все поднимают руки. Вот такой смысл. То есть мы Россия и прощаемся с прежней греховной жизнью, отверглись самого себя. Вот это отвержение заложено. То есть я трактую то, что заголовок, но при условии, что они название этого фото менять не будут. Если они будут менять его... Они не, это, Игнать Тихонович, уточняю, это конкурс так называется. Под фотографией написано, что эта община в Потеряевке молится Игнать Тихонович Лапкин с детьми. Там все подписано, что кто там... Значит, они менять не будут. Если не будут, то на толкование я даю только такое. Это человек невраждебный. Мы как бы прощаемся с этим. Они могут по-своему думать, но тут легко понять. Мы Россия. И мы молимся. Это переход в другое состояние, в другой формат, как называется. И прощает та Россия, которой говорил поэт, прощай. То есть мы знаем Евангелие, там не знали Евангелие. «Прощай та прошлая немытая Русь. Мы новые, мы обновленное племя, получившее святое крещение в крови Иисуса Христа, омытые». То есть глубокий смысл. Слова поэта я вкладываю в название. И это заключается именно... Не спим, а мы молимся, ночная молитва. Молитва благодарения. Там не написано о чем, а мы отрекаемся. Господи, мы прощаемся с прежней греховной жизнью. Мы не хотим так больше жить. Мы новая Россия. Россия должна встать. То есть это глубокий смысл в этих словах. При условии, что они не менять не будут названия этой фотографии. Я вот так понял, поразмышлял сегодня. Да. Смысл вообще-то очень глубокий. Да, то есть мы были такие, неомытые. А теперь встань, крестись, и омой грехи твои. 22.16. Деяния апостолов. Говорит апостол Павел. Апостолу Павлу, Савлу, брат Савл. Говорит Анания, епископ города Дамаска, Сирии. Сегодняшняя столица их. Вот тут такой смысл заложен. Там еще один смысл. Да. Как бы еще один смысл. Вот эта Россия, которой мы, мы стоим, молимся. Да. Это одна Россия. А на нас смотрит другая Россия, которая называется Бомондом, там, столичным. Да. И она видит эту Россию, которая немытая, вроде бы, но она обращается к Богу. А почему прощай? А прощай та Россия, которая на нас смотрит. Вот эта вот Россия, она обращается к Богу. Я об этом и говорю. То есть мы от прежней жизни. А мы были одной частичкой с ними. И мы выходим на новый путь. Мы обращаемся к Богу. Восходим по ступеням к Нему. В молитве. Да коли, владыка, не сижу за кровь святых твоих, под жертвенником 6-9 откровений Иоанна Богослова, они молятся. Мы прощаемся с прежним. Возврата никакого не будет. И у святых такое есть. Он оглянулся в Евстрате и говорит, так, прощайте книги. Мы обещаемся быть верными вам. Вот взяли там, это было, причитает Адриан. Они молоденькие, Наталья Адриан. А кто теперь по субботам, воскресеньям книги эти считать будет? Остались книги одни. Вот это все можно вложить в этот смысл. Были люди, которые прямо перед книгами обещались. Мы вам обещаемся. Все, что мы получили, то будет. Вот Адриан, или я сейчас не могу не точно сказать, или Троян, император, когда веру, надежду, любовь казнили. Ну ты-то хотя бы обратись одна. Она говорит, мы из одних книг учились. Из одних книг. Книг Евангелия. От Марка, Матфея, Луки и Иоанна. И потом, дух наш одинаковый. Вот для меня прощанием этой России был день 27 сентября 1962 года, 17.00. Латвийская ССР, город Венпул. С улицы Карла Розенберга, 18, квартира 4. Ереме Михаил Александрович и Анна Матвеевна. Там я покаялся, обратился. И вечером взошел опять на свой корабль. И всем возвестил. Я простился с прежней жизнью. Прежнего меня нет. И всем написал. Друзьям простился. Или идете со мной, или я ухожу от вас навсегда. Я тоже в эти слова. Я пережил этот день. День чудного изменения состояния. С чем я занимался в это время? Мне не надо это. В это время я усиленно занялся изучением испанского языка. Вообще. Я понял, если что нужно, все переведут. Оставил одну Библию. Правда, после этого я возвратился еще один раз к церковно-славянскому изучать его. Надо было переводить книги некоторые. До Никоновской реформы книга «Правил кормща» на Маканон. Необходимо было переводить. И Андрея Кесарико-Подокийская «Семитолковник» в церковно-славянском. Я тоже его перевел. Перевел полностью книгу эту. Пришлось церковно-славянским заняться. Благодарю Бога за хороший вопрос. Все. Спасибо, Христос. Поехал, узнаю. Владимир Иванович Волков был дезерист, приехал или нет. Будет работать или нет. Так, Никита, приготовь документы. Завтра можете поехать. Повезут там следователя и прочее по дому. У меня такое известие. Был человек, был знакомый, близкий. Дом только в руках появился, он из рук сразу выпился. Сразу не подчиняется, ничего не делает. Еще сгорел сразу, как встречка. Сгорел. Поэтому это новая ступень. Ты будешь заботиться о сохранении дома, принимать гостей. Ты сам понимаешь, ты туда рубля не вложил, как и Володя. Мы для Бога трудимся. Но Бог дал, чтобы тут не мое имя было. Я там покупаю дома, дарю, уже говорят. Это перед Богом. Для Бога. Для Бога. Мое там ничего нет. Я только вот работаю с вами. Сегодня одно делаем, другое поло. С прудами вожусь. Это я для Бога делаю. Для Бога в лице моих друзей, близких. Я его вижу. Нам есть на что посмотреть. Богу слава. Во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.